Продолжение следует... Продолжение следует... По своему времени должен иметь определенный люфт, который позволяет ребенку сделать больше самостоятельно. Конечно, если учитель будет очень жестко руководить процессом, можно уложить проект в урок. Но насколько это будет эффективно, если мы все-таки говорим, что проект – это основа для самостоятельной деятельности ребенка и его самореализации. Наиболее удачный вариант – это реализация проектов в неурочной деятельности. И для того, чтобы помочь и родителям, и вам реализовать такие проекты, в издательстве «Просвещение» выпущены специальные тетради проекта, авторами которых являются Наталья Ивановна Роговцева, Надежда Владимировна Шипилова и я, Светлана Силовна Анащенкова, которые сегодня для вас познакомят с этим новым продуктом и расскажут об особенностях работы с ним, соответственно, и о формировании творческих способностей детей. Давайте мы с вами, прежде чем обратиться к самим материалам тетради, рассмотрим два важных аспекта. Первый аспект – что такое творческие способности? Что такое творчество? И второе – мы коснемся такого вопроса, что такое проект, какие проекты использованы в тетрадях и какие возможности эти проекты дают. И, соответственно, полистаем страницы учебников, простите, этих тетрадей и посмотрим, как они устроены, как с ними работать и какие возможности они реализуют. Итак, когда мы говорим о творчестве, то мы можем рассматривать творчество в двух видах. Первое – это деятельность, результатом которой является создание материальных и духовных ценностей. И второе – это практическая деятельность человека, в результате которых возникает какой-то новый результат. Соответственно, если мы говорим об этом, мы можем говорить о творчестве в личном аспекте и процессуальном. Что такое творчество в личном аспекте? Любое открытие, которое сделал ребенок, любой продукт, который он создал и что-то в него внес, мы можем назвать личностным творчеством. В дошкольном детстве достаточно много работает с таким понятием, как личностное творчество. Это и исполнение новых песен, и использование новых цветовых каких-то решений к выполнению их делу. Но это именно личностное творчество, то есть то, что ребенок делает для себя. И процессуально. Что значит процессуально? Мы можем взять процесс как большой технологический процесс. Это новые открытия, новое использование каких-то приемов. И можем взять то, что есть в предмете технологии. Когда ребенок открывает для себя процесс создания какого-либо изделия, применяя к нему что-то новое. Но, как вы понимаете, для того, чтобы использовать и найти что-то новое, ребенку необходимо время и определенные собственные условия. Поэтому еще раз хочу вернуться к тому, что, конечно, наиболее оптимально использовать проектную деятельность именно в рамках внеурочной деятельности, а не уроков. Когда мы говорим, очень часто мы говорим и используем такой термин, как творческая личность. Используем, понимая под этим каждый свое. Давайте мы с вами договоримся, что творческая личность – это человек, который способен проникнуть в суть идеи, который готов придумать, изобрести для себя что-то новое и, главное, довести это до результата. То есть, используя свои умения, выполнить продукт. Что очень часто бывает? Конечно, в возрасте 7-9 лет у детей очень развито воображение, и дети начинают фантазировать. Они придумывают совершенно изумительные вещи, интереснейшие вещи. Но мы не можем назвать их полностью творческой личностью. Почему? Потому что очень часто все эти придумки остаются на уровне придумок, но не доводятся до конца. Конечно, часть из этих придумок невозможно реализовать. Но в том-то и есть творчество, что мы предлагаем ребенку дойти до конца. Пусть это будет не совсем то, что ребенок придумывал, но вот это доведение его фантазии до конца дает возможность как раз и стать творческой личностью. На самом деле, творец не только тот, кто придумывает, а тот, у кого хватает волевых усилий, довести свою идею до конца. Очень часто спорят, что важно – репродуктивная деятельность воспроизводящая или творческая деятельность. На самом деле, эти два вида деятельности важны. Воспроизводящая, необходимая для отработки навыков, а творческая деятельность, конечно, должна быть тем стимулом развития, желанием применять что-то новое, которое существует у детей и которое дает возможность, которые дают возможность развиваться ребенку. Вот здесь я специально для вас на слайде вывела два таблички сравнения творческой и репродуктивной деятельности. И мы с вами видим, что и тот, и тот очень важен. Очень часто мы даем детям такие творческие задания, например, как «Напишите сказку». Вопрос – сможет ли ребенок написать сказку, если он не знает структуры сказки, если он не знает особенности языка сказки. То есть, воспроизводящая деятельность необходима для чего? Для того, чтобы узнать все необходимое для чего? Для того, чтобы творчески это преобразовать и выдать свой собственный продукт. Но при этом, когда ребенок в творчестве сталкивается с какой-либо сложностью, он всегда возвращается к репродуктивной и воспроизводящей деятельности. Для чего? Для того, чтобы это отработать и усовершенствовать. Поэтому, когда создавались в тетради проектов, мы старались учитывать то, что ребенку необходима и та, и другая деятельность. И поэтому мы с вами увидим в тетради, что есть достаточно примеров, как воспроизводящей деятельности, но при этом эта воспроизводящая деятельность создает основу для формирования у ребенка творчества и творческих способностей. Давайте мы рассмотрим. Творческую личность мы с вами разобрали, посмотрели в виде деятельности. Соответственно, мы должны для себя понять, что же такое творческие способности. Понятно, что это умение находить те решения в ситуации, которые непривычные, на наш взгляд, которые нестандартные. Ну, как проявлением, когда идет простая лекция, да, и мы с вами работаем не через телевидение, что достаточно сложно для лектора, наверное, и для вас тоже, то я задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как можно использовать кирпич? И первое, что нам приходит в голову, это самое стандартное применение кирпича. Кирпич можно, без кирпича можно строить, можно огородить клумбу, можно использовать его как подставку, подпорку. Но когда заканчиваются реальные использования, способы использования кирпича, у нас начинаются фантазии. И мы очень часто боимся придумать, потому что нам кажется, что нас не поймут. Ну, например, можно кирпич закопать для того, чтобы его потом нашли археологи, и написать, из чего этот кирпич состоит, сделан, где, когда и так далее. Нам кажется, что если мы такое предложим, то на нас посмотрят несколько осуждающие, да, или нас не поймут. Вот наша с вами задача – помочь ребенку научиться, не стесняться высказывать свои идеи. Да, может быть, они будут нереалистичны, но тогда ребенок поймет, почему они нереалистичны. А может быть, из этой нереалистичной идеи можно сделать какую-либо другую идею, более интересную, и ту, которую можно реализовать. Теперь давайте мы рассмотрим характеристики твердческих способностей. Вот посмотрите, самое первое – это количество идей, возникающих за определенное время. Вот мы сейчас с вами попробовали бы сделать то, что мы как раз, пример кирпича я приводила. Если бы я вам дала 1-2 минуты, то мы бы посмотрели, сколько мы с вами бы придумывали различных способов и интересных идей. Опять-таки, если у нас урок, есть ли у нас всегда возможность поработать с беглостью мысли, когда мы даем возможность детям обсудить и придумать какие-либо решения. Конечно, нет, нас ограничивает урок, это правильно. Во внеурочной деятельности, конечно, мы можем детям больше давать возможности придумывать, фантазировать и выдавать вот эти идеи. Пока эти идеи могут не делиться на реалистичные и нереалистичные, но это, по крайней мере, идеи, с которыми можно работать. Второе – это умение переключаться с одной идеей на другую идею. Почему это очень важно? Потому что, когда мы отбираем идеи реалистичные и нереалистичные, то мы всегда можем перевести на ту идею, которая будет для ребенка более реальна в исполнении. У него будет хватать знаний для того, чтобы ее реализовать. Или в процессе получения знаний он может ее перефразировать, переформулировать. Это тоже достаточно важно. Оригинальность идеи – это умение отойти от общепринятого взгляда. Вот здесь, уважаемые коллеги, конечно, большая задача нам с вами – создать те условия, когда дети не будут бояться. Когда дети опасаются высказывать оригинальные идеи. Тогда, когда полностью, еще раз хочу повторить слово, полностью процессом организации деятельности руководит учитель. Я не говорю, что учитель должен пустить все на самотек. Да, он должен работать с детьми, но он должен давать им возможность высказываться между собой. Тогда дети сами могут высказывать, не боясь осуждения старших, не принятия этой идеи. И тогда, возможно, эта идея будет оригинальной. И второй момент, который здесь стоит увидеть – это умение оценить ту идею, которую придумал ученик. Не говорить, да, твоя идея хороша, но это никогда не будет. Сказать, да, давайте подумаем, чем хороша твоя идея. И пусть Лебенок сам попробует объяснить достоинства и недостатки своей собственной идеи. Тогда он поймет, в чем оригинальность этой идеи и будет способен выдавать больше идей, но идей выполнен. Следующее – это любознательность. Это умение использовать то, что окружает вокруг тебя и познавать то, что рядом. Вот одна из особенностей тетради проектов, с которыми будем знакомиться, это то, что авторы постарались использовать все предметы, которые есть в начальной школе, для того, чтобы дать возможность создать интеграцию, да, межпредметные проекты, которые были бы интересны и полезны и для детей, и для нас с вами, как для педагогов. И последняя характеристика творческой деятельности – это способность разработать гипотезу. Что значит разработать гипотезу? Это значит продумать, простроить план, понять, что нам необходимо узнать для того, чтобы реализовать свою творческую идею. Основываясь на этих характеристиках, мы старались формулировать задание так, чтобы у детей была возможность проявить все характеристики, все способности к творческой деятельности. И давайте последнее, что мы рассмотрим касаемо творческой деятельности – это структура творческого процесса. Посмотрите, пожалуйста, структура творческого процесса очень тесно перекликается со структурой проектной деятельности. Поэтому мы и говорим, что проект может стать основой развития творческих способностей. И в проекте есть, и замысел. Другое дело, что для проектной деятельности замысел предлагает учитель. Все-таки для ребенка очень важно, чтобы результатом проекта стал продукт. Поэтому мы наталкиваем ребенка на замысел. Все-таки здесь в начальной школе ребенок сам придумать не может. Это достаточно сложно. Второе – это поиск тех нужных методов реализации собственного замысла. Здесь в учебнике есть и задания, в рабочей тираде есть и задания, и есть уже реальные предложения, с которыми ребенок может познакомиться и выбрать, что ему необходимо. И, соответственно, то, что он может реализовать. Работа по реализации. Это, понятно, объяснять не стоит. Обнародование результатов. Проектная деятельность – это называется презентация того, что мы с вами сделали. Умение выслушать оценки. На самом деле самое сложное, наверное, в творческой деятельности – это умение выслушать и принять то, что тебе говорят. И здесь важно научить это сделать детей самих. Это рассказ о том, что получается, что удачно и в чем возникают проблемы. Опять-таки в проектной деятельности заложены эти вопросы, с которыми ребенок может поработать. Ну и последнее – это усовершенствование, улучшение того, что мы сделали на основе этих характеристик. Ну, это уже процесс работы с самим изделием, с которым мы можем в дальнейшем познакомиться. Сейчас я думаю, что вы достаточно много слушали о проекте. В частности, я тоже читала лекцию о проектной деятельности и в рамках учебника «Технология» под общим руководством Натальи Ивановны Уровцевой, который был создан. И вы слушали о проектах в рамках образовательной системы «Школа России» и «Перспектива». Ну, просто несколько слайдов, которые нам с вами помогут вспомнить, что такое проект и его особенности. Опять-таки хочу сравнить проектную деятельность и творческую деятельность. И вы по слайдам видите, что очень много пересечений между ними находится, поэтому мы можем говорить о том, что они помогают друг другу и идут параллельно с друг другом. Что очень важно сказать, что, обратите внимание, что проект – это обязательно применение полученных знаний, создание на основе их определенного продукта. Вот очень хочется обратить ваше внимание, что проект – это обязательно должен заканчиваться тем, что создается продукт. Конечно, предмет технологии в данном случае является самым таким оптимальным реализацией проектной деятельности. И если вы работаете по учебникам технологии «Перспектива», то вы знаете, что все уроки в четвертом классе и уже в третьем построены именно на проектной деятельности. Поэтому каждый наш проект, который мы выполняем, он обязательно заканчивается выполнением определенного продукта. Что очень важно для учителя и для ученика проекта? Для учителя это метод работы, это определенная организация процесса, а для ученика, наверное, самое важное – это умение работать самостоятельно, самоопределение, это умение находить различные способы решения, умение применять то, что он получил, умение показать самого себя, может быть, с разных сторон. И это очень важно как для успешных учеников, так и для детей, которые, ну, скажем, недостаточно хорошо успевают. Почему? Потому что здесь они могут проявить себя с той точки зрения, с которой мы с вами, ну, их не замечали, мы их не видели. Конечно, это очень сложный процесс для организации учителем, потому что мы теряем такое понятие, как контроль над детьми. Дети определенное время должны работать между собой. Это, опять-таки, работа с тем, что дети учатся работать в группе, чувствуют ответственность за результат. И это формирование еще и внутригрупповых отношений, которые для нас тоже достаточно важны. Простите, пожалуйста. Ну, вот как раз то, что я говорила, да, это определение «я». Что очень важно для коммуникации, да, для коммуникации? Очень важно уметь согласовать решение тогда, когда мы предлагаем детям ситуацию, в которой они должны принять единое решение для всех, то есть договориться, да. Сначала в паре, потом в группе. Конечно, сразу в группе достаточно тяжело. Второе – это умение распределять обязанности при работе над одним продуктом, да. И это очень важный момент принятия ответственности. Тогда, когда каждый из детей принимает ответственность за тот этап работы, который он выполняет. Понятно, что существуют огромные виды проектов. И когда создавалась рабочая тетрадь для внеклассной и внешкольной работы, мы старались учесть, реализовать как можно больше различных видов проектов. Хочу обратить ваше внимание, что в один проект могут быть заложены один или два даже вида проекта. И вы сами, как учитель, выбираете тот проект, который максимально для вас удобен и который поможет вам лучше раскрыть творческие способности ваших детей. Какие же проекты включены в тетради? Ну, в первую очередь, это исследовательские, информационные проекты, практическо ориентированные проекты, в частности, немножко забегу вперед, это проекты, связанные с созданием мультфильма, созданием театра. Тот проект, который не могут потом еще и продемонстрировать. Ролевые проекты, когда детям нужно на себя брать определенные роли. Те же самые театральные проекты. Игровые проекты, когда дети могут использовать свои проекты в практической деятельности. Ну, и понятно, творческие проекты, это те проекты, которые в полной мере рассчитаны на творчество детей в той или иной степени. Какие, обязательно покажу. По количеству учащихся. Конечно, если мы говорим о первом классе, то большинство проектов индивидуальные. Второй, третий, четвертый – это парные, групповые проекты и даже коллективные проекты. Почему говорю о коллективе? То есть тогда, когда в реализации проекта участвуют все дети в классе, не разбиваясь на группы. Если вам сложно организовать такой проект, я понимаю, что не каждый класс готов его выполнить, то, соответственно, вы можете оставить коллективные проекты и работать в группе, когда вы разбиваете класс на разные группы. По тематике. Это монопроекты, проекты, касающиеся только одного предмета. В данном случае это основой будет технология. Межпредметные проекты, тогда, когда мы связываем различное количество предметов, мы даем проекты, связанные с экспериментированием, мы даем проекты и теоретические, без которых невозможно работать. Сразу скажу, что теоретические проекты, большинство теоретических проектов – это в четвертом классе, тогда, когда мы проводим и исследования, и, ну, там большой будет проект, который называется «Как измерить время». К сожалению, четвертый класс я не смогу вам показать тетради, они еще пока не готовы. И в процессе выполнения данного проекта мы выполняем различные виды моделей часов. Это песочные часы, это водяные часы, солнечные часы, о них рассказано, но мы не выполняем их модель, и выполняем макет вакновенных часов со стрелками, которые оформляем по собственному залу. То есть здесь мы как раз знакомимся с теоретическими объектами, изучаем, каким образом измеряется время. Ну и по продолжительности. Чем хорошо внеклассная деятельность? Мы можем давать два проекта, самых сложных для учебной деятельности – это средняя продолжительность и долгосрочная. Что значит средняя продолжительность? Ну, это проект, который может быть в течение недели, двух, и долгосрочный – это две, три, в общем, до месяца. Сразу могу сказать, что проект лучше выполнять в течение месяца, потому что с контрольными определенными проверками, потому что достаточно сложно выполнять больше, ребенок теряет интерес к ним. И как раз задание простроено так, чтобы мы с вами могли выполнять его в течение двух-трех недель. Чтобы детям было это интересно. Требования к организации проекта. Почему хочу их напомнить? Потому что мы очень часто забываем, когда организовываем проектную деятельность о них. Необходимо обязательно, чтобы детям было интересно. Если вы чувствуете, что дети теряют интерес, вы можете модернизировать задание, вы можете изменить немного сам проект. Главное, чтобы детям было интересно выполнять. Тогда они доведут проект до конца. Чтобы была познавательная составляющая, значимость. Это мы закладывали их как авторы. Самостоятельность. Вот здесь, как бы мы ни старались, самостоятельность можете предоставить только вы. Поэтому, если вы очень опасаетесь, то вы можете для себя определить, в какой степени самостоятельности вы можете предоставить своим ученикам в работе проекта. Структурное содержание частей проекта. Это заложено в сами тетради, вы это увидите. И последнее, что это создание последовательности действий в работе с проектом. Это тоже заложено в тетради. Ну, небольшая подсказка для того, чтобы нам с вами понимать. Это этапы работы над проектом. Вы с ними можете познакомиться дома. Но вот эти структурно так выстроены все наши проекты. Есть проблемы, которые мы решаем. Есть проектирование, когда мы разбираем, что нам необходимо узнать. Есть поиск информации. Часть информации заложена в тетради, часть предлагается найти. Есть задания, когда мы создаем продукт. Есть вопросы для презентации. И портфолио. Это те фотографии и изделия, которые вы можете самостоятельно сфотографировать и предоставить самим детям. Ну, а теперь давайте мы с вами посмотрим на тетради проектов, которые есть. Первый класс. Вот обратите внимание на содержание тех проектов, которые есть в тетради. В тетради включены проекты, которые начинаются на одном днеклассном занятии и могут продолжаться на следующем. Посмотрите, пожалуйста. Здесь по тематике уже видно, что проекты охватывают не только сам процесс технологий, но и другие предметы. И при этом тетради проектов тесно связаны с учебником технологий. Она может продолжать темы, она может предлагать другой вариант решения того задания или того изделия, которые даны в учебнике. Для чего это сделано? Для того, чтобы дети, освоив на уроке какой-либо способ выполнения изделий или новый прием работы, могли их использовать в новых условиях. Вот то, о чем я вам говорила, чтобы у ребенка были несколько способов создания изделий и несколько вариантов, которые бы он мог реализовать. Ну и еще, что мы хотели в первом классе, это помочь детям научиться делать то, что достаточно сложно выполнить в условиях самой урочной системы. Сейчас покажу, как это делать. Вот один из проектов, давайте мы познакомимся. Это проект, который знакомит детей, во-первых, с очень интересной техникой выполнения изделия торцевания, но при этом дает возможность развить творческие способности детей. Почему? Потому что вы видите, что в предпроектном исследовании мы даем идею выполнения игрушки методом торцевания. Форма этой игрушки достаточно проста. Это яйцо от киндер-сюрприза, то есть форма шарика. И здесь у детей есть уже опыт, они знают таких героев, как смешарики. Но в то же время мы им предлагаем создать на основе знакомых образов, новой техники, нового литературного для себя, нового героя. Что это может быть? Это может быть новый герой, которого вы бы хотели включить в мультфильм смешариков. И это был бы необычный для них герой. Или это может быть ваш любимый герой из смешариков, который вы бы хотели сделать. Опять-таки все это зависит от того, насколько дети могут создать новый образ. Посмотрите, пожалуйста, даны разные варианты изделий, которые ребенок может выполнить. Предложен алгоритм выполнения. При этом есть и изделия животных, есть и другие изделия, которые выполнены на основе данной техники. Соответственно, рассказано о том, как выполняется изделие. Материалы традиционно даны. Даны задания эскиза. Показано, каких животных может выполнить ребенок, как нарисовать. Здесь, конечно, индивидуальный проект. Почему? Потому что рисунок рисует сам ребенок. Чем хороша техника торцевания? Техника торцевания хороша тем, что она развивает мелкую моторику детей. И достаточно интересно поработать детям с этой техникой. Что мы делаем на первом нашем занятии? Конечно, первое наше занятие заканчивается тем, что мы создаем рисунок. Какую игрушку мы будем делать. И второе, что здесь. Мы ее создали. Это наше творческое воплощение. Но дальше мы должны понять, какого она будет цвета. Какой материал нам нужно подобрать. Сколько нам нужно материала. То есть идею мы придумали, теперь мы начинаем ее выполнять. Здесь, конечно, необходима ваша помощь. Почему? Потому что не всегда ребенок может понять, сколько какого материала необходимо подобрать. Но обратите внимание, если мы предложим ребенку каждому нарезать маленькие квадратики, то это будет достаточно долго и тяжело. А если мы вместе с детьми определим, сколько нам необходимо цветной бумаги, какие цвета, и вместе нарежем квадратики различных цветов бумаги, так, чтобы у нас хватило для всех. Посмотрите, мы из индивидуального проекта очень плавно перешли в групповой проект. Маленький кусочек совместной деятельности. Ребенок понимает, что он режет бумагу не только для себя, но и для своих одноклассников. И поэтому он должен резать аккуратно. У него появляется чувство ответственности. При этом всегда есть возможность, очень часто ребенок, вот ему понадобился другой цвет, и это уже бумага заготовка. Соответственно, мы нарисовали эскиз, мы подобрали бумагу, мы подготовили весь материал, и на следующем занятии мы можем выполнять уже само изделие. Обратите внимание, способ выполнения данных. Соответственно, у ребенка есть эскиз, он выполняет изделие и презентует его. В чем заключается в данном случае презентация этого изделия? Он показывает свой эскиз и готовое изделие. И что здесь может получиться? Может получиться, что эскиз в готовом изделии полностью соответствует. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что творческий замысел ребенка выполнен. Но бывает так, что эскиз о выполнении чуть другой. Мы можем спросить у ребенка, почему он выполнил по-другому. И ребенок может объяснить, что в процессе создания изделия он заметил, увидел, понял, что нужно что-то изменить. И это тоже будет его достижение. О чем мы говорим? Это о том, что ребенок создает свой собственный образ, но по заданным критериям. И в этом его творчество. И он старается реализовать тот свой собственный замысел в конечной цели. Понятно, что, конечно, просто презентовать одну игрушку недостаточно. Хотелось бы к ней сделать какую-то полянку, сюжетную картинку. И посмотрите, пожалуйста, если первую часть проекта ребенок выполняет под вашим контролем, то вторую часть вы можете предложить ему больше самостоятельности. Что мы делаем? Мы делаем полянку, на которую мы поместим нашего героя. Если вы хотите, вы можете даже сделать целый зоопарк. И тем самым привлечь сюда и знания детей, и устроить экскурсию в зоопарк. Когда мы делаем разных животных, это вот зоопарк, который у вас может быть представлен в классе. Вы делаете небольшую полянку. Соответственно, данная техника остается. Добавляется только несколько другая форма создания изделия. Придумали, выполнили и объяснили, почему такая полянка у вашей замечательной игрушки. И мы создаем выставку. Смотрите, пожалуйста. Это реализация и творческого потенциала, и самостоятельной деятельности, и освоение новых кирпич. Следующий проект, который я хотела бы вас познакомить, это литературный проект. Очень часто мы работаем с литературными героями. У нас очень много произведений, и нам, мы очень часто говорим, нарисуют герои произведения. И вот здесь мы предлагаем сделать игрушки к литературному произведению. За основу мы взяли такое замечательное произведение. Это муха-тыкатуха. Во-первых, само произведение совершенно замечательное, и очень часто его включают в программу начальной школы. Поэтому мы выполняем работу по созданию героев этого произведения. И что нам нужно сделать первое, чтобы выяснить героев? Нам нужно прочитать произведение. Прочитать и выбрать героев. Мы составляем список героев. Дальше. Каждый ребенок выбирает для себя, кого он будет делать, какого героя, чтобы нам можно было представить все литературное произведение и всех героев. Выясняем, какие особенности есть. Для того, чтобы, поскольку это насекомые, нам нужно найти, как они выглядят в реальной жизни. И понять, какие же есть у них особенности. И как мы их можем использовать для создания нашего героя. За основу мы берем самую простую гармошку. Опять-таки, это развитие мелкой моторики. Это достаточно интересный прием, когда мы можем просто гармошку дополнить деталями и создать героев произведения. Соответственно, мы с вами можем предоставить, опять-таки, самостоятельность для выполнения данного изделия. Обратите внимание, здесь у нас появляется впервые план работы. Почему до этого не было плана? Дети не всегда читали, не все умеют читать. А здесь мы уже научились читать и можем немножечко уже писать. Соответственно, мы можем дописать план, что очень важно в проектной деятельности, умение планировать свою деятельность. Что мы делаем сначала, что мы делаем потом. И, соответственно, фиксировать выполнение плана. Это тоже очень важно для проекта. Мы выполняем с вами по заданному алгоритму изделия. И мы с вами можем составить иллюстрацию, различные иллюстрации к сказке «Муха-цыкотуха», используя всех героев произведения. Это можно сделать и на фонелеграфе. Это можно сделать и просто на листе бумаги, который находится у вас на столе. Это можно устроить и театрализованное представление, потому что вот этих героев можно поместить на шпажке для шашлыка деревянной и устроить небольшое представление. Но здесь мы можем говорить еще и об особенностях литературного героя. Каким он должен быть, как вам кажется, почему вы так сделали, какие элементы необходимо было включить в образ этого героя. Вот проект, связанный с работой по литературе. Одним из очень интересных проектов в конце первого класса является создание мультипликационного фильма, там, где мы работаем с сюжетом и с применением умения работать с техникой. Конечно, такой проект желательно выполнять совместно со взрослыми. Сюжет и способ изготовления данных. Второй класс. Второй класс в учебниках Натальи Ивановны Руготцы, ведущего автора учебника технологии, посвящен старинным ремеслам. И тетрадь проектов тоже знакомит детей со старинными ремеслами и дополняет учебник тем, что достаточно, допустим, сложно выполнить за один урок и, соответственно, тем, что было бы интересно для детей. Ну и первый очень интересный проект, проект, связанный с плетинкой. На самом деле дети не всегда понимают, что одна и та же технология может работать с разными материалами. И первое, посмотрите, пожалуйста, мы знакомим детей с тем, что данная техника используется совершенно с разными материалами и дает совершенно разные результаты. И все это выполнено при помощи одной техники, техники плетения. При этом выполнение изделия, которое здесь предлагается, это плетение браслета. Опять-таки, это практическое изделие, которое мы можем использовать. Это может быть и закладка, это может быть и браслета. Работаем с тем материалом, который есть у нас под руками. И максимально используем. Но при этом мы с вами можем говорить и о составлении цвета, и о умении находить различные варианты применения техники. Например, мы можем использовать те способы плетения, которые мы освоили, для плетения косичек. При этом девочки могут познакомить нас со способами плетения косичек, которые мы можем использовать как способ работы с жгутами, с лентами. То есть здесь умение применять и собственные знания в различных ситуациях. Хочу обратить ваше внимание, что если на первом классе достаточно мало пишем, то во втором классе мы проводим уже исследования и пытаемся фиксировать свои результаты. И это тоже определенное творчество. Творчество может быть не столько в технологии, сколько в умении формулировать свои мысли. Потому что говорить хорошо, писать сложно. Нам иногда легче рассказать, чем написать. Мы пытаемся детей научить и формулировать свои мысли. Так, чтобы это было. Очень часто используются задания и продолжить предложение, и вспомнить, и, может быть, нарисовать. Но обязательно записи в тетради. То есть ребенок помимо своего изделия может уже предъявить и продукт своей деятельности в качестве записанного текста. Тоже русский язык, с которым мы работаем. Очень интересный проект, который мы знакомим с детей, это колокола. Литейное такое, литейное производство, ремесло. Мы знакомим и с тем, как устроен колокол. Мы знакомимся с знаменитыми колоколами, которые существуют в России, поскольку все-таки учебник как продолжение. Работа на территории проекта как продолжение учебника. Мы рассматриваем конструкцию и мы ищем, какие из предметов бытовых, бросовых материалов похожи по форме на колокола. Опять, даем разные предметы бытовые. В зависимости от того, какие предметы у вас есть, те предметы вы можете использовать. Если есть возможность поработать в группе с детьми и использовать абсолютно разные предметы, то это тоже очень интересно сделать и можно поработать с этими предметами и создать колокола на основе данных предметов. По бросовым предметам это может быть еще экологическая беседа о том, что бросовый материал необходимо использовать для создания предметов в связи с тем, что достаточно сложно его утилизировать. Каким образом мы работаем? Мы работаем, опять-таки алгоритм есть, ребенок может его выполнить. Опять мы рисуем эскиз и опять у каждого из выполняющих этот проект основа технологии выполнения останется одна и та же, а вот формы реализации будут совершенно разные. И опять-таки мы можем видеть на примере различных изделий, что используют одну и ту же технологию, но другой эскиз мы можем выполнять совершенно разные изделия по своему внешнему виду. Что еще хочется сказать про второй класс? Второй класс – очень большой проект Масленица. Вообще празднование весны традиционно есть во всех культурах, у всех народов. За основу мы взяли Масленицу, как наиболее известный праздник, но это не значит, что вы должны брать за основу только Масленицу. Специально брались те изделия, которые могут трансформироваться и представлять народную культуру. С другой стороны, выполняются дети карусели, качели и куклу Масленицу. Соответственно, карусели и качели вы можете оформить в традициях того народа, чью культуру вы представляете. И если в классе есть детские представители различных культур, то, соответственно, тоже у вас качели-крутили могут быть оформлены в той традиции, которой есть. Третий класс. Третий класс в учебниках Натальи Ивановны – это путешествие по городу. И традиционно, опять-таки, в третьем классе тетрадь проектов включает ребенка в то же путешествие, помогая ему познать окружающую среду. Ну и первое, куда мы направляемся – это в наш дом. Это первый социальный проект. Вот если до этого были проекты, связанные с культурой, с литературой, знакомствами с ремеслами, то это в третьем классе первый социальный проект. Что значит социальный проект? Это проект, который реализуется в практической деятельности в социуме. То есть мы знакомимся с тем, как украшать свой дом. И здесь мы… Почему этот проект я взяла за основу? Потому что в этом проекте соединены два проекта – социальный и исследовательский проект. Мы узнаем, каким образом мы можем украшать дом, и выясняем, что в доме у нас есть цветы. И для того, чтобы создать красивый цветочный уголок, нам необходимо выполнить, украсить горшок и украсить собственный подоконник. Но вот здесь для ребенка встает вопрос – а какие цветы можно поставить на подоконник? И мы с вами проводим первый для ребенка такой значимый исследовательский проект. Это растения, которые свет любит, и растения, которые свет не любит. То есть светолюбивые и тенелюбивые растения. Здесь можно использовать и те знания, которые получены на окружающем мире. Но вот здесь обратите внимание, очень часто мы используем и записать все это в таблицу, зафиксировать. Мы можем посмотреть и словари, и справочники. Мы можем привлечь кого-то из детей, кто увлекается, или родителей, которые увлекаются световодством для решения данной проблемы. Но хотелось бы обратить ваше внимание, что чем просто исследование отличается от исследовательского проекта, это немножко разные вещи. Вот если бы мы с вами работали в рамках исследования, то вот мы бы с вами определили, у нас есть светолюбивые и тенелюбивые растения. И на этом бы мы с вами закончили. Когда мы говорим об исследовательском проекте, мы подбираем, какие конкретно цветы мы можем посадить на нашем подоконнике, и эти цветы высаживать. При этом обратите внимание, мы названий можем взять очень много, но мы выяснили, должны выяснить, а сможем ли мы ухаживать за этими растениями, можно ли их посадить у нас с вами и выращивать в наших условиях. И в зависимости от этого мы подбираем те растения, которые нам нужны. И еще, а где мы возьмем сами растения? Потому что, может быть, и можно вырастить, а есть ли они у нас? И здесь мы можем с вами подобрать те растения, которые нам необходимы. Вот я специально поместила два слайда, которые касаются сравнения проектной деятельности и исследования. Для чего? Для того, чтобы, когда вы будете проводить этот проект, вы вспомнили об этом и обязательно довели до конца, то есть подобрали то растение, которое можно высадить в горшочек и украсить свой подоконник. Для выполнения изделия, украшения подоконника, мы выполняем изделие декупаж. Горшок оформляем в технике декупаж. Опять-таки, если мы говорим о творческих способностях, здесь может быть и тематическое выполнение данного, оформление данного изделия, мальчики могут применить свои собственные усилия, да, и свои собственные вкусы и пристрастия, девочки тоже, да. То есть декупаж, он дает возможность поработать с любым вариантом оформления изделия, которое необходимо. Как пример приводится выполнение оформления горшочка при помощи салфеток. Можно использовать опять-таки салфетки разной тематики. И опять-таки, посмотрите, пожалуйста, с одной стороны, мы можем пойти выполнить этот проект как индивидуально, то есть каждый ребенок придумывает для себя и оформляет так, как необходимо. Можем разделиться на три группы и оформить подоконник для окна именно нашего класса в определенной тематике. Можем разделить их на группы и задать детям определенную тематику оформления. Например, кто-то оформляет как сказочный, кто-то оформляет, допустим, как морской, да, подоконник, да. Кто-то, мы можем предложить им придумать, в каком, какую тематику можно использовать для оформления подоконника, да. То есть все зависит от того, как вам в данном случае удобно и интересно. Можно оформить в разных национальных традициях, да, используя особенности разных культур. Опять-таки, когда мы говорим о подборе материала, мы всегда можем говорить о том, что дети работают не только с тем материалом, который он сам принес, да, но и можно всегда поделиться, поработать с, поделиться материалом с другим, да, и подготовить его для этого. Понятно, что очень часто говорят, что мы не всегда можем высадить растет. Ну, для этого мы предлагаем такой вариант оформления данного горшочка, да, который у нас уже частично знаком, да, он очень напоминает торцевание, но это другой способ выполнения того же самого изделия, вот данной техники. Посмотрите, пожалуйста, что здесь очень важно, что наши деревцы должны обязательно сочетаться с тем горшочком, который мы оформили, да, потому что, ну, не всегда можно и поливать, и ухаживать, мы можем предложить такой вариант. И опять, цветовое сочетание. Можно, здесь дан один шарик, можно сделать из нескольких шариков, да, вот такое дерево. Фантазия детей совершенно, ну, бесконечна для оформления самого изделия, да. Техника выполнения опять-таки предложена, ребенок может самостоятельно ее выполнить и подготовить. А те, кто работают по учению, они знают, что у нас в конце третьего класса есть большой проект «Кукольный театр». И вот в тетради проектов мы решили продолжить эту идею, но предложить совершенно самостоятельный для детей проект. Проект называется «Театр тениц». Ну, во-первых, детям очень интересно, потому что это давно забытый прием, когда мы при помощи рук показываем на стене тень, да. Здесь рассказано, как это сделать. Дети могут попробовать изобразить разных животных, попробовать из рук скомбинировать собственных, да, животных. Кто-то что-то уже умеет делать, да. Ну, во-первых, это очень интересно, как эксперимент и как практическая деятельность для детей. И второе, мы предлагаем обратить внимание, практически полностью самостоятельный проект детей. Он связан и с работой с теми произведениями, которые есть. Пожалуйста, вы можете использовать из учебника литературное чтение те произведения, которые есть, и реализовать их. Мы знакомы с детей с понятием, что такое театр тениц, да. Мы рассказываем, как он устроен, этот театр тениц. И предлагаем разбиться на группу. Каждая группа готовит свое произведение. Пожалуйста, если вы считаете, что достаточно сложно, да, это сделать, то вы можете предложить, какие произведения выбрать, да, для того, чтобы их показать. Работа с самим литературным произведением. Почему? Посмотрите, пожалуйста. Мы с вами с литературными героями работали, работали. Дети умеют выделять, да. Соответственно, что мы делаем? Мы определяем героев. Мы определяем сцены, да, в которых участвуют. Дети могут писать текст, деля на роли. Нам нужно понять, какие декорации будут. То есть нам нужно прочитать еще раз текст, для чего? Для того, чтобы понять, какие нам добавить нужные декорации. Для создания самих героев нам нужны дети, которые умеют рисовать. И, ну, не все у нас дети умеют, может быть, грамотно писать, но есть дети, которые умеют рисовать. Это тоже поднимает их в глазах других. Мы рисуем героев произведения. Опять-таки, можно посмотреть так, чтобы герои произведений повторялись. И были использованы не в одном спектакле, а в нескольких спектаклях. То есть три группы не могут повторяться. Это могут быть сказки. Могут быть народные сказки, русские народные, другие сказки. Пожалуйста. Это могут быть даже басни, потому что в третьем классе уже идет знакомство с таким жанром, как басни. Соответственно, можно разыгрывать и не спектакль большой, а басни. Посмотрите, пожалуйста. В тетради проектов показана технология изготовления самого куклы-теневоз. При этом показано, как сделать куклу с двигающимися деталями, и как сделать куклу для театра теней недвигающей. В зависимости от способности детей, выполняется один или второй вариант. И опять, посмотрите, пожалуйста. Нужно найти образ. Он может быть скопирован, срисован откуда-то. Нужно разделить на части. Это опять работа детей. Совместная работа. Нужно вырезать, выполнить и показать представление. Проект может быть социальный. Почему? Потому что с этим представлением вы можете выступить перед родителями. Вы можете выступить перед одноклассниками. И, наверное, детям будет не только интереснее, но и даже быстрее будет выучена басня, если эта басня будет показана именно при помощи теневого театра. Это будет для детей достаточно интересно. И каждый из них будет понимать, что он сделал в данном театре. Опять-таки, в учебнике есть работа с афишей, работа с программкой. Дети могут создать для своего театра тот же самый вариант работы. Очень хорошо, потому что не всегда родители могут сделать и костюмы детям. Не всегда можно сделать и большое представление, такое театрализованное для этого не хватает. И возможности финансово иногда. И зал не всегда свободен. А здесь в достаточно такой простой форме мы можем выполнять театрализованные представления. Ну и то, что я говорила о четвертом классе, к сожалению, не могу вам показать развороты цитрали четвертого класса. Они должны выйти к началу августа этого года. Первый, второй, третий класс сейчас в продаже есть. Пожалуйста, вы можете посмотреть, познакомиться. А на четвертый класс будет в августе. Там это исследовательские проекты. Поскольку четвертый класс мы узнаем о производстве, то четвертый класс как раз тетрадь проектов и посвящена тому, что мы работаем с производством. Ну и в конце, в завершении я бы хотела сказать несколько слов о презентации. Хотя вопросы даны для презентации, если вы обратили, их достаточно много. Но не всегда есть смысл предлагать детям индивидуально проводить презентацию. Почему? Потому что это занимает очень много времени. И если вы проект выполняете индивидуально, то возможно объединить детей, попросить объединиться детей и рассказать вместе о том, что они делали. Это займет меньше времени и это даст возможность каждому ребенку поучаствовать в презентации. Теперь отвечаю на ваши вопросы. Да, тетради проектов созданы для учебников УМК «Перспектива». Но это не означает, что можно не использовать их к любому комплекту. Это доступные тетради. К сожалению, про шестые и седьмые классы не могу вам ничего сказать. Я работаю в рамках начальной школы. Если кто-то из технологов заинтересуется, я думаю, что издательство не откажется выпустить такие тетради. Главное, чтобы они были востребованы. Изменения, если шестой и седьмой классы. Вы знаете, я думаю, что, наверное, тетради проектов оптимальны до пятого класса. Почему? Потому что ребенку необходима основа, на которой он будет работать. А шестой и седьмой классы должно быть больше самостоятельности. Но тут не могу сказать, я вот в рамках начальных классов работаю. Так, значит, тетрадь проектов рассчитана... Мы рассчитывали так. В каждой тетради восемь проектов. Восемь проектов. То есть, в принципе, один проект выполняется от двух недель до месяца. Если у нас проектная деятельность один час в неделю, то, соответственно, вы можете поработать два часа в неделю по данной тетради. Надо просто посмотреть, как ваш класс работает. Давать жесткую расчесовку достаточно сложно, потому что кто-то успевает за одно внеклассное занятие сделать одно задание, кто-то два, а кто-то, может быть, и весь проект за одно внеклассное занятие сможет сделать, потому что так у вас построен учебный процесс. Но восемь проектов в год. То есть, каждый месяц ребенок выполняет один из проектов. Значит, давайте так. Есть учебник. Учебнику есть рабочие тетради. Это то, что реализуется на уроках. Тетрадь проектов – это тетрадь, к которой вы работаете в внеклассной деятельности. Можете использовать так. В электронном виде тетради проектов нет. Я не вижу смысла издавать, потому что ребенок должен писать, поэтому здесь нет смысла. Еще раз, тетради проектов, я еще и в начале сказала, они предназначены именно для внеурочной деятельности. На урок они не рассчитаны. Потому что если мы говорим об уроке, то в урок мы включаем проект, но этот проект очень более жестко связан с предметом технология. И если он касается каких-то других предметов, то это вот чуть-чуть. Если вы обратили внимание, то когда мы говорим о тетради проектов о внеурочной деятельности, наша задача средствами технологий привлечь как можно больше предметов. Это и литературное чтение, это и знакомство с окружающим миром, и, естественно, это народное творчество и различные народные культуры. Да, материал большой, но проект, он и включает в себя достаточно большое количество материала. Благодарю, спасибо за внимание.